В доме, который Вика выставляет за 500 тысяч на рынок, вот там туалетик, тут сара, летняя кухня очень хорошего качества, внутри все отделано хорошо, летом можно жить. Здесь душ, в душевую идет кран от крана, там вот колонка у соседей, но это раньше был общий дом, один на двоих, и полсарая им принадлежит. И там электричество проведено, то есть воду можно греть в этом большом баке. И летом, даже поздней осенью, вот такой дом. Здесь прихожая, она холодная, здесь нет отопления, вот такая теплая дверь, здесь такой холодный туалет. Вот здесь биоведро стоит, и так вот довольно-таки цивильно все обработано. Здесь вполне реально поставить стиральную машинку, если провести водопровод. Водопровода здесь нет, старый такой деревянный дом, здесь подвал, вернее погреб. Вот такой погреб. Здесь как бы входная комната, входная комната, окна деревянные, электричество проведено. Здесь есть шикарная вещь, печка русская. Не русская в полном смысле, но она вполне соответствует своему назначению. Здесь есть даже духовка, вот, духовочка есть. Наверху есть полочки, там можно обувь сушить зимой, если что-то, например, на охоту ходить или на рыбалку. Здесь есть газовая плита. Газ проведен. Вода вот здесь, она греется за счет электрического, такого, кипятильничка. Там внутри кипятильничек. Вот там внутри кипятильничек. Внизу здесь ведро. Вода в него просто капает. Заодно вот вылить надо будет это ведро. И оставлять же так. И здесь большая комната. Малометров 20, большая. Здесь стены, естественно, ну, как, пол-линолеум. Кругом батареи, здесь тепло очень. Одно большое окно. Здесь форточка есть. Форточка выставлена, не закрывается. Такая вот форточка. Закроем занавеской хотя бы. На всякий случай. Телевизор, антенна. Ну, здесь вот немножко дом протек, чуть-чуть покосился. Батарея. Это половина дома. Соседка тоже равноценная хозяйка. Но у нее там стоит, значит, котел, которым она управляет. Обогревающий. Тоже не очень удобно. Надо ставить свой котел здесь. Котел 100 тысяч обойдется. Также здесь есть участок земли. Вся земля вместе в 6 соток. Это прекрасно. Можно строиться. Вот. Такое вот крылечко. Ворота. Вика, вот хозяйка. Вот она там стоит фотографируется. Вот ее машина. Тяжел. И вот здесь огород. На огороде даже розы посажены. Цветы. Кангал. Сарайчик довольно большой. На сарайчике подвал есть. Вот туалет. Вот так он сделан. Вполне сюда провести электричество. Ставить нагреватель. Зимой можно им пользоваться. И вот это все 6 соток огород. Это довольно много. Вот сарай с одной стороны прибран. Сделан более-менее. Компостная куча. Здесь вот люди сажали помидоры. Картошка. Огурцы. Лук. В общем, все здесь очень цивильно. Сливы соседская нападала. Такой вот дом. И такой двор. Здесь ворота упираются. Это вот соседский дом уже пошел. Ну, пол дома. Здесь вот этот фундамент у соседки такой. Надо фундамент утеплять. И здесь вот еще земля есть. Это гараж. Это ворота. А там у них даже забора нет. У соседей просто улицы. Это вот уже соседский дом. Сердак. В общем, здесь интересно.